Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех в новом 2023 году. Сегодня 11 января, среда. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. В северных районах порывы 16,21 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 13. Днем минус 4, плюс 1. В горах плюс 1, плюс 6. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Порывы 16,18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 12. Днем 1,3 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах гололедится. Скорость, пас и красивый гол. Футбол – один из любимейших видов спорта миллионов людей на всей планете. Один из вопросов в ходе прямого эфира с главой республики касался спортивной инфраструктуры. Подробности у Али Баташева. Три раза в неделю в любое время года. Именно так проходят тренировки команды детского футбольного центра в Черкесске. Пара дыхания мгновенно растворяется в зимнем воздухе, а заснеженное футбольное поле стремительно покрывается следами бутсов. Пропускать тренировки – значит терять спортивную форму. А это неизбежно повлияет на результат предстоящих соревнований, считает футболист Амальт Лемахов. Когда снег выпадает, не прям удобно бегать. Потому что тут бегаешь и скорость не можешь развить или поскользнешь, а травму получишь. А в манеже было бы и тепло, и там можно было бы заниматься. У нас в республике нет футбольного манежа именно для детей. В зимнее время вот сейчас снег лежит, малышам там от трех до семи лет очень тяжело заниматься. И поэтому мы вынуждены заниматься в залах в школьных. Опять же, школьный зал, он не подразумевает такой вот подготовки профессиональной, да. А детей надо с детства готовить. Для решения проблемы Сергей Мащенко обратился к главе республики Рашиду Тимрезову во время прямого эфира 14 декабря. В нашей республике нет полноценного футбольного манежа, где маленькие дети смогли бы заниматься круглый год. Если это возможно, в ближайшее время, если он появится, то, мне кажется, для нашей республики это будет большим толчком к развитию футбола. Построим футбольный манеж, он будет где-то размер в подмене футбола 40 на 20 с площадкой. Ну, пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. А в течение какого срока? В течение следующего года мы должны проработать проектно-смертную документацию. И после этого только мы сможем ее продвинуть дальше на федеральном уровне. Второй вопрос Сергея Мащенко касался проведения на постоянной основе тренировок с известными тренерами мира. Привозили сюда тренера из Сербии. Он занимался с нашими детьми, передавал свой опыт. В принципе, дети в восторге были. Хотелось бы этот опыт сохранить и сделать ежегодный лагерь здесь футбольный. Эта инициатива достойна поддержки, но преимуществом в настоящее время является именно создание спортивной инфраструктуры, на базе которой будут тренироваться будущие чемпионы. Кстати, совсем скоро у них появится достойный пример для подражания – профессиональная футбольная команда «Нарт». С 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Сегодня министерством спорта, правительством подготовлены все необходимые документы. Работают у нас инспектора РФС по сертификации нашего объекта, стадиона, по лицензированию нашего футбольного клуба. Так что наш футбольный клуб уже где-то к маю месяцу следующего года будет создан и уже будет участвовать в чемпионате России «Зона Юга». Современная спортивная инфраструктура, своя профессиональная футбольная команда, «А главное желание ребят стать лучшими футболистами будет способствовать развитию футбола в Карачаево-Черкесии», говорят в Министерстве спорта Республики. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести на карачаевском языке, затем смотрите программу карачаевской редакции. А в 14.30 Вести Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Оставайтесь с нами на канале Россия.